В дом молитвы, ну я как, я сам православный, но меня интересует, считается, если я крещеный в детстве? То есть это считается как крещеный или нет? Если правильно крещеный, конечно. А вот как понять или правильно, родители у меня в церковь особо-то не ходят? Нет, не о родителях, речь идет о вас. Если вас крестил священник, церковь, полное погружение, троекратное крещение настоящее, больше ничего не нужно. Троекратное, полное, да? Полное, троекратное, другого нет. 50-е апостольское правило. Все остальное крещением не считалось. И сегодня на Афоне монахи вот этих моченых, они их не считают, крестят, как они совершенно не крещеные. Воина, Иосифинецкий, Лука, ну можем показать как. И никогда не было, как князь Владимир крестил, до последнего где-то 150 лет, когда с католиками спознались совсем ближе, там, это униаты, оттуда все понанесло. Понятно. И еще такой вопрос. Так, подождите, вы закончите вопрос. А вы уверены, что вы крещены правильно? Вот именно, что я не знаю. Родители говорят, что я не знаю. А в каком месте это было? Где? Ну, это в Киеве, в Святой Успе. Там вообще полного погружения не было. Там все окотовищено давным-давно. Но это, апостоли, так сказать, Шестой Вселенский Собор, 84-е правило. Если ты не имеешь достоверных свидетелей, что ты крещен правильно, немало не сомневаюсь, прими крещение. Святые отцы это рассмотрели. А не путь. Если ты был крещен правильно, допустим, а ты не знаешь, там, где дом попал или где, а потом взрослый крестился, тебе это никак не помешает, ты не знал. Церковь – это одно крещение. Но если ты не знал и думал, что крещен и не крестился, большая беда. Вот какое дело. Вот просто мне родители говорят, что все было, и крестные были, и в воду погружали. Но они как-то об этом так говорят, но не уверенно. То есть, вот спрашиваешь у них, вроде, и они как по традиции, вот, понимаете, вот, что раньше хрестили всех детей впадрях, так и сейчас делают. Дело в том, что вот я, допустим, сознательно иду 53 года. И практически ни одного с Украины правильно крещеного нет. А в Сибири тут крестили. Крестили, потому что сюда еще трудно было добраться оттуда. Не всегда ставили. И то здесь уже где-то 60-е годы уже точно так же, как попало было. Так а что же делать тогда заново креститься? Надо вам не заново. Вы должны на том местном месте найти, кто у вас, живые крестные? Крестные живые? Вот вы с ними поговорите, в какой именно церкви было, туда пойти, узнать, была ли сделана запись, кто был в это время священник и как крестили. Хорошо, тщательно, надо разведать. А потом уже говорить, что теперь делать. У меня тетя, ну, крестная в Австрии, она со мной не общается, а крестная вообще уже психически у него там проблемы. Что задаешь ему вопрос, он не знает, понимаете? Вот такая ситуация, что я... Ну, вот вопрос один, 84-е правило. Священник крестит и добавляет, а еще не крещен. То есть неуверенность. При неуверенности церковь повелевает креститься, немало не сомневаюсь. А мне батюшка, я был в Владимирском соборе, вот я хожу, ну, киевский патриархат, и я у него спросил, можно ли мне второй раз креститься, он мне сказал, а толку какого? Что, от этого греха уменьше встанет? Правильно ответил. Потому что, во-первых, второго никакого нет, а в первом не уверен-то. А если ты решительно знаешь, что тебе надо спасаться, священник тогда будет знать. Вот ты был сухой грешник, а теперь покрестился мокрый грешник. Потому что крещение дает духовное рождение. Это третья степень рождения свыше. Уверовать надо, принять Христа, признать себя грешником и принять правильное крещение руками священника. Быть исполненным благодатью Духа Святого. А вы говорите, Маск, это украинский патриархат. А как он это? Это Денисенко? К Филарету относится? Да, Филарет, Денисенко. Филарет, я не знаю. Православный его вообще никто не признает. Он предан анафеме. Правильно, неправильно. Я не знаю, что в московском патриархе... В московском патриархе, он там и был. Его, говорит, не избрали патриархом, и он поэтому начал бунтовать. Ну, ему... Я считал, что вроде бы уже даже наши, ну, вот, и президент, что хотят на вот этом соборе, по-моему, который будет, чтобы признали Украинскую Православную Церковь. Так при чем тут президента? Президенты, масоны там все, кого признают? Ну, признают, если не действительно. Но он же признавал московский патриархат, который его рукополагал, который возвышал, и он не мог разрешить эти вопросы. И он пошел против. А теперь едет в Америку, выпрашивает оружие, чтобы убивать своих же славян русских. Ну, что тут непонятно, что-то не то делается. Ну, я не знаю, я, конечно, в политических вопросах не могу ответить, потому что у них там свои... Ну, ладно, ладно, я просто сказал вам, что я ничего не имею против пиларета, но причащаться к нему не пошел бы. Это определенно. Я каждое воскресенье хожу, причащаюсь, и вот в церковь, ну, мне вот такое... Как-то раз я зашел в московский патриархат, в одну церкву, и мне сказали, что туда не ходите, это раскольники. Кто? Кто раскольники? Ну, сказала с московского патриархата женщина, которая продавала свечки, что в киевском патриархате, вот про киевские... Ну, женщина какая-то сказала, ну, какой это авторитет, женщина какая-то сказала. Ну, она могла сказать и другие слова еще теперь, брать их во внимание. Раскольники, с какого момента стали? В чем они раскольники? Ну, типа, что они переманивают, что уже люди у нас в Украине, в основном, сейчас началось такое движение, что переходят в киевские патриархаты, московские оставляют. Это тоже ничего не говорит. Люди оставляют одну партию, переходят в коммунистическую. В мире все было. Но речь здесь должна быть построена на канонах. По канонам Филарет неправ. Определенно. Он восстал против. Где он был, где он, митрополит, это получил? Получил в московском патриархате. А теперь поднялся, и при том, ни за что. Его предупредили там и прочее. То есть я не говорю, что он безблагодатный, мне это не дало знать, да и не надо. Но надо было приостановиться. А теперь он сделался как будто враг. Все против. Масковский патриархат. Масковский патриархат. Ну и что? Давайте прыгать, как обезьяна. Понятно. Ну, сейчас еще у меня было несколько вопросов. А вам сколько лет-то? Мне 17. 17, да. Ну, самостоятельно уже. Не, ну мне просто очень много вопросов. Вот я сейчас вообще половину вопросов забыл, у меня очень интересные. А как вы на меня вышли? А как вышел, я начал, ну я в интернете люблю часто смотреть библейские истории. Так. И вот как-то так случайно потом вас заметил, и потом зашел на ваш канал и начал смотреть видео. Канал? А на сайте, на форуме в моем мире вы не были? На сайте был, а на форуме... Ну, я вам скину, как поговорим, я скину внизу наши ресурсы. Там вы найдете ответ на все. Вот, допустим, вас интересует крещение. Вы на сайте найдете справа вопросы и ответы. Ну и... А папка крещения, там 55 папок под разной тематикой. И там все. Что говорили святые отцы, главное, что говорит Библия. А вот почему у православных как-то, ну, Библия на втором плане? Вот я смотрю, я был баптистом, вот у них как-то... Это все основывается на Библии, все как-то читается. А у православных, ну, прочитали одну главу в неделю, и никто ничего не знает. Понимаете? Беда, огромная, страшная беда. Ну, у нас, вот лично наша община, она евангельское устроение. У нас на первом месте Библия. У нас занятия идут каждое воскресенье. До этого мы вели занятия в университетах. Мы с миссией проехали от Владивостока до Лиссабона. Проехали Прибалтику и Скандинавию. Я дарил везде книги, у меня вышло 38 книг из печати. Видите как, наша община не попадает под это. Действительно, православие и Библия стоят не на первом месте. И даже не на втором. Это плохо. А вот я еще хотел спросить, вот когда я иду напричащаться, то я стою в очереди вот на исповедь. И вот у меня интересует, вот когда приходит моя очередь, и там положи руку правую, вот как должен священник исповедовать? А куда руку положи? Ну, на Евангелии. Я не слыхал такого. Это что-то новое. А зачем это нужно? Ну, не знаю. Так принято. Ложится рука на Евангелие. И потом, после этого всего целуется. И целую Евангелие и крест. Ну, допустим, на Евангелие руку. Это когда клянутся. Допустим, в Америке они там кладут. Вот здесь, если президент, то он кладет на какая-то у нас в Российской Федерации Конституции. Я не знаю, Порошенко-то у вас там на какой-то Конституции, где не на Евангелие. Просто я не знаю, ладно это или нет, нигде об этом не написано. Ну, у нас, когда ты приходишь на Испа, и та же Евангелие, крест ты целуешь, на коленях стоишь и исповедуешься. А вот как надо правильно исповедоваться? Ну, правильно надо как молитвенно подготовиться, хорошо себя проверить. Мы никогда себя по-настоящему-то не подготовим, но разница есть готовить и не готовить себя. Готовить – это значит все время посвятить молитве, чтению Слова Божия, жертвенной милостыне, если ты где-то работаешь. Ну, и идти на исповедь, понимая, что ты приступаешь к Богу. В священниках только свидетель. Это очень ответственный момент. А сегодня подряд все идут. Подряд. Ничего не готовится. Надо прочитать, какие молитвы, допричастные, послепричастные, там канон ангелу-хранителю, если можешь, если возможность есть. Ну, как подготовить? У меня еще иногда бывает такая картина идет, что вот люди идут, и там 20-ку, 50-ку положили возле Евангелия и думают, что это как индульгенция, понимаете? Думают, что они ложат деньги, и они откупаются от этого. Нельзя этого делать, это абсолютно нельзя. А они как раз есть. Вот я прямо исповедуюсь, и деньги лежат возле Евангелия. Прямо, вот понимаете? Ну, если только за деньги, это называется симония. Священник сразу лишается сана. Ну, ты имеешь, отдай ему десятину где-то за храмом, там, или в храме, но никогда причащаться. Это прям никуда не годится. Ну, когда исповедь, да. Никак. Абсолютно это невозможно, неприемлемо. Ну, там есть такое. Ну, а ты отойди от него и скажи, скажи, это делать нельзя, не бойся. Нельзя делать. Под сомнение поставлено будет все. А был раз как-то исповедовался, и начиная перечислять свои грехи, он меня даже слушать не захотел. Спрашивает, когда ты последний раз причащался? А я сказал неделю назад, но я его обманул, как бы, потому что на самом деле я две недели назад причащался. И он меня даже слушать не захотел. Как-то протараторил, типа, вот что там, не слушался родители, еще что-то. И все. То есть мне даже слова и не дал, чтобы я своими словами. А то есть за меня как-то. Не знаю. У нас в отдельной комнате. Остальные там молятся. Открывают дверь, заходят к священнику и дальше исповедуются. Ну, а каждую неделю это никогда не было. Всегда было, когда князь Владимир крестил Русь, а в Греции это, там, может, четвертое века, причастие было четыре раза в году. Во время постов. Вы посты все соблюдаете? Нет. А как же вы причащаетесь? Если вы посты нарушаете, вы на два года отлучаетесь от причастия вообще. Как? Идете причащаться, лишь бы рот разъемлась? В среду, пятницу, почти круглый год пост. Вот сейчас начинается рождественский пост сегодняшнего дня. И до 7 января. Как там? А можно в него еще вступить? Что можно? Вступить в рождественский пост. Да как? Еще вступать-то? Ты что, в партию вступать, что ли? Ты просто... Я просто никогда не занимался, но я изучаю Библию. Да ты не умеешь православным называться тогда. Как же? Православный без поста – это обман. После молитвы. Так у нас все почти люди православные. Кто-то, кстати, это единицы. Вот у нас общины. И у нас ни один без поста, если он постом нарушал там где-то летом, то уже причастия он не будет. Это от священника зависит. А как же он вас так? Да причастие допускает-то. Если человек не исповедует, как должно, и допускает без всякого рассмотрения, Иоанн Златоуст говорит, он гибнет, священник, и губит тебя. Оба и пойдут в яму. Сегодня любят экономию. Это надо к людям любовь проявить. Не надо обманывать. Святые отцы установили, не называйся православным. Иди там куда-то, в другое место. Ну я, честно сказать, я посты никогда не соблю. Да ты и не православный вовсе. Какой же ты православный? Ну меня просто никто, понимаете, не учил Библии. Я только начал этим недавно заниматься. Ну даже если не учил, вы про постах-то слышали же. Ну я просто слышал, ну в современном мире просто понимаете, Ну кто сейчас посты, этого единицы, я не знаю даже. Не знаю. Я даже не знаю, кто нарушает. Я вот таких не знаю, наоборот. У нас ребенок, если от груди отсаженный, от груди матери, Уже он постится. Молочного, другого, мясное там яйца, это он в рот не берет. Мы с детства так приучены, с детства. И мы никогда не нарушали пост. Я вот был в армии там, меня за слово Божие судили в тюрьмах был, Я старался и там никогда не нарушать. А там выбора никакого нет, еще дадут, то и ешь. Ну хорошо, я возьму этот вопрос на заметку. Обязательно, обязательно. А утренние, вечерние молитвы вы считаете? Вечерние читаю каждый день. А во сколько встаете, по-вашему? Встаю в 7 утра. А ложитесь? В 10. Это вы 9 часов спите? Ну, смотря как в 8 вот так вот, да. Это деградация ума. За что же вы 17 лет и так себе позволяете? Вот мы встаем всегда в 4.40. Я начальник детского лагеря, детского. У нас стоят дети в 5 утра. В 5. А ложись, как тебе время позволяет. Это дети малые. Дети, приучи их. Должна быть ночная молитва. А какие же мы верующие? Сплю 8 часов. Это много. Начинай помаленько убавлять. Убавляй. Святые говорили 3 часа достаточно, а Арсений говорил достаточно часа. Вот у меня организм сильный, крепкий. Я спортом занимался, в морфлоте служил. Но ниже 2,5 я не мог. 2,5 часа в сон у меня уходило. Это постепенно. Это время у тебя много. Ты много будешь считать, знать, помогать другим. А так, что в постели пролежал и помер. Начни вот с сегодняшнего дня, прямо сейчас. Заведи будильник на 5 часов. На 5. А вечером ложись пораньше. Часов там в 9, допустим. И тебе пока хватит 8, потом убавляй. 7 будет, потом 6, 5. Ну и там маленько смотри на 5, остановись и начинай дальше. Хорошо бы, если заранее посоветоваться со священником. Если он не благословит на это дело, ты узнай, почему не благословляет. А он уже сам такой же соня. Тогда и спрашивать не надо. Просто все равно как-то у православных строго как-то. У православия строгость самая большая. Это каноны говорят об этом. Вот женщина убивает младенца в утробе. Вы взрослый уже, знаете. Да, да, да. Сегодня он ей ничего не скажет. Ну ладно, то другое. Подойди, там 40 поклонов положи. По канонам Василия Великого второе правило. 10 лет она не должна причащаться. 2 года она не должна в храм заходить. Только плакать при непогоде, при дожде на улице. При больших слезах. А сегодня жене изменил, там где-то чужой женщиной совсем ничего нет. А это до 15 лет отлучения от церкви. Вот Кашпировский был, лечил. Кашпировский пришел бы и сказал, я хочу верить. А я был бы с детства крещен. Ну и он сказал бы, раз с детства, значит, ты это делал в стадии крещения. На 18 лет отлучается. Приравнивается к вольному убийству. Это каноны. Если ты каноны отрицаешь, ты не называйся православным. Ты просто бродяга. А я, если честно, и канонов и не знаю. Я же говорю, я просто только сейчас начал... Купи книгу правил. Купи. Это не отговорка. Я не знаю. Ну ты на машину сядешь, если правила не знаешь. Не знаешь, значит, ты аварию сделаешь. Мы православные. Поэтому вопросы все надо отгонять от себя. Нам не надо рассуждать. Святые установили посты. Мы православные. У вас Киева-Пещорская лавра есть. Вот там ты купи. Там ты найдешь. Филарет тебе этого ничего не даст. А ты туда прилепися. Ну, знаете, езжешь везде свои... Ну, как бы я имею в виду... Вот у нас сейчас владыка Павел там... Ну, Ануфрий вообще патриарх. Ну, вот, который к московскому патриархату-то относится, то вы туда и ходите в храм. Какая разница-то вам? Вот, не, мне никакой разницы. Просто вот даже была такая картина. Вот у нас владыка был, ну, наместник храма Павел, который будет. Вот он едет, даже на машине вот ехал на Мерседесе, и его милиция останавливает. И он говорит, что... Ну, и слава Богу, что я нарушил. Ему говорят, что он неправильно поехал. Он говорит, слава Богу, сам владыка говорит. То есть, это человек, который, ну, должен быть приближенный к Богу. И говорят, что у него и дома там миллионы стоят. Понимаете? Я не люблю на эту тему разговаривать. Это счастный грех. Он не запрещен, и как-то терпеть. Но, если только вот так есть под Анафьемой, продолжает быть патриархом, да выпрашивает оружие на русских людей, я бы никогда туда не пошел. А там, я не знаю, какая там благодать или что. Зачем это нужно? Почему? А почему на русских? Что? А почему на русских? На русских? Ну, вы говорите, да, на русских. Почему оружие? В Америку ездил он и просил воевать против русских. Оружие. Вот Донбасс они там гробят-то. Это патриарх. Я его речь слышал, он выступал там и говорил. Мы же в курсе дел. А вы Николая Леонова такого слышали? Нет. Это на Украине. Молодой человек, он учился в семинарии, закончил, кажется, ее. Учился там, кажется, в Румынии или где после этого. Он был чемпионом по кикбоксингу. Ну, как боксовать там, биться. Мы с ним по скайпу не один раз разговаривали. Он за то, что надо воевать. А я говорю, не надо воевать. Мы мирные христиане. Ну и ракета ударила, его убило. А наши ролики остались. Вот сейчас у нас в Украине идет такая война. Да. Там, ну, понимаете, непонятно, кто с кем воюет. Вот воюют богачи. Я знаю... А вы слышали такого Лонген, Михаил Жар? Что-то знакомо. На границе с Румынией. У них там беспризорных детей собирают монахи. А вы зарядите в интернете форпост. И посмотрите фильм про него. Форпост. Его сейчас епископом поставили. И он выступил и сказал, чтобы матери детей своих не отдавали в армию в Украине. Когда посылают их убивать там в Донбассе и прочее. Он смелый такой. Ну, я не знаю. Но у нас, например, в Украине считается, что это наоборот. Нас оккупировали. Ну ладно, даже так. Все равно убивать-то не надо. Мы не посылаем ни туда, ни сюда. Я, например, считаю, мое личное мнение, что вот Донбасс, там Крым, это он всегда был русский. Про него и говорить не надо. Он никогда украинским-то не был. Это Хрущев там отмахнул. Там они и не воевали. Ну а там какие города-то они смотрят? Донецк и прочее. Это украинские города. Туда не надо было лезть никому. Вызвали на себя огонь. То есть я не одобряю это. Ну, мы молимся все время. Молимся за правителей, за вашего Петра Порошенко. Каждый день молимся. Не, ну просто, если они сейчас, вот понимаете, это Украина делится. И если так думать, то можно вернуться в первобытное время, когда это вообще Крым был, и в Греции, или нам еще отдать, и так остальное. Ну, правильно. Там война была. Вы знаете, что же говорят, что в Библии написано, что кто поднимет меч, тот от меча и умрет. Ну вот и подняли меч, и погибают. Погибают. Вот говорят, там террористы. А вот недавно убили Моторола. А кто он? Он для украинцев террорист. Мы никак не можем одобрять. Но Крым никогда не был украинским. Никогда. Он всегда был русским. Тут даже думать не надо. Он никогда не будет на Украине, этот Крым. Это просто... Ну, а вот Кубань, например, взять. Ну, а это украинская территория, ее не надо было трогать даже. Никогда. Ее сейчас все делить, то вообще можно весь мир. Ну да. Лукашенко как-то говорил, что разве мы согласимся, чтобы от нашей страны отрывали куски? Так и здесь. Чечня хотела отделиться, ей же не дали. Две войны провели. Нам не надо бояться сказать. Не надо войну затевать было. Но надо молиться об этих людях. Да, правильно. Я согласен. Нужно молиться, чтобы не было ни войн, ничего. Мы вот... У нас ребята... Присягу не принимает никто. Вот, которые наши в общине. Но они идут в военкомат, пишут заявления. Мы христиане. У нас запрещено принимать присягу. Не клянись ни небом, ни землей. Но согласен идти в армию, там, альтернативная называется, без присяги. Если сейчас служат там полтора года, то ему три дадут. Ухаживают за больными. Но, как правило, наших никого не берут. Не преследуют и не берут. И они наши... Наши люди не воюют нигде. Нету. Их нету. Мы никакую войну не можем одобрять. Ни что Россия делает, ни что Америка, ни Сирия. Мы только за то, чтобы молились и жили мирно. Ну, я, честно сказать, я в этом не знаю. Я не политический человек. Ну, политический, но вас могут призвать в армию. Мы молимся... Нет, ну, понятное дело, что так. Ну, вот эта война... Вы же сами понимаете, что это... Вот говорят, вот у нас так считают, что это агрессия российская. Понимаете? Да. Мы своим говорим, не воюйте, и вы своим говорите, не воюйте. И можно... И как-то изменится. Мы молимся, просим мира Израилю, Россию, Украине, Сирии. Украину мы каждый день поминаем в молитвах, чтобы прекратилась эта бойня. Чтобы не было покушений на правителей, на Путина, на Порошенко, на Лукашенко, на всех. Мы всех поминаем в молитве, называем имена их. Угу, понятно. Ну, правильно, я согласен. Да. Ну, ладно, до свидания тогда. До свидания, с Богом. Я, если что, еще раз можно будет вам... Не раньше, как недели через две. Хорошо. Сначала внизу напишите, там, под скайпом, свободен я или нет. Когда дам разрешение, тогда зайдете. Я вас сейчас приму. Открою вам ключ. Все, тогда с Богом. До свидания. До свидания. Продолжение следует...